Гарраб рамадан уахна сава, уф нафсал ми аади, я рабдин суму сава, я рабдал айбади. Ассаламу алейкум урахматуллахи убаракатуху, дорогие мусульмане, дорогие постящие мусульмане, пусть Аллах примет ваш пост, иншаллах, чем мне, наверное, вы еду больше ждете. Если вы уже голодные целый день, осталось несколько минут, пусть Аллах даст вам собор, терпение и сила, покушать, потом после этого пойти в мечеть, таравиха делать, и после таравиха читать Кур'ан, провести ночь поклонения, чтобы Аллах вознаградил вас наилучшим образом. Братья мусульмане, месяц Рамадан – это месяц джихада. Этот месяц джихада. Джихад, мы знаем, самая верхняя часть горба ислама является джихад, как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва салям. И хадис, который передал имам Бухари от Абихурая, что пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, поистине в раю есть сто степеней, которые Аллах, субханаху ата'ала, приготовил для муджахида на пути Аллаха. Сто степеней есть. Между каждой степеней расстояние, как будто между небом и землей. Если, говорит, у Аллаха просите, просите, говорит, фирдаус, джаннатуль фирдаус, рай фирдаус, просите Аллаха, субханаху ата'ала, это является середине рая и вершина рая. Из этого, когда просите Аллаха, говорит, просите фирдаус, выше этого сверхфирдауса является Аршур Рахман, трон милостового Аллаха субханаху ва та'аля ва минха туфаджару анхаруджан. Оттуда выходит реки Рая. Братья-мусульмане, месяц Рамадам был для пророка саллиллаху алейху асалам и для наших предков месяцем джихада. Самые большие сражения пророка саллиллаху алейху асалам было именно в этом месяце. Первое сражение было Бадр. Первая битва мусульман, первая битва, которую разделяли между истиной и ложью, между иманом и куфром было Бадр. Этот месяц этот Бадр тоже был Рамадам месяц. Мы знаем пророк саллиллаху алейху асалам и этот ночь поднял свои руки, делает дуа Аллаху ма насрака Аллаху ма интухлик хадихи лаисаба ла ту'баду ба'да льоми фил арду. О, Аллах, тот победы, которую ты обещал. О, Аллах, дай победы, которую ты обещал. О, Аллах, если эту группу ты уничтожишь, после этого на земле не будет поклоняться Аллаху саллиллаху асалам. Таким искренним дуа делал пророк саллиллаху асалам. И мы знаем итоги этого битва Газуту Бадр, что мусульмане выиграли. Можете зайти на наш канал Алийтисам, там тоже есть история Газуту Бадр, кто хочет послушать более досконально про эту битву. Вторая битва, битва Фатху Маккы, Откровение Маккы, освобождение Маккы от куфаров, от очищения Маккы, от идолов. Это тоже был Рамадан-месяц. Из-за этого, смотрите, мусульмане, месяц Рамадан не для ленивости. Наоборот, месяц Рамадан мы должны стараться побольше делать поклонение ибада, джихад, дарвад, призыв. Все это мы должны увеличить Рамадан-месяц, не наоборот. Да, деяния, мирские деяния должны уменьшить и охваты деяния, которые нас приведут к краю, и такие деяния мы должны, наоборот, увеличить этот месяц. А у большинства мусульман этот месяц стал месяц ленивости, безделья. Наоборот, мусульмане должны именно этот месяц увеличить, оживить суннату ль-жихад. То, что делал пророк с подвижниками. В тех местах, где ль-жихад идет, мы должны им помогать. Ль-жихад это обширное понимание. Ль-жихад является оружием, и является языком, и является имуществом. У каждого, как получается, должны мы ль-жихад делать, чтобы получить высший степень рая, чтобы получить в дуусе и ль-жихад из-жихад и дуусе и дуусе вернет нас к религии и помогит нам освободить земли мусульман оттагутов, откафиров, от залимов, притеснителей. Амин, амин, амин. Валхамду Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин